Моды это совершенно необязательная часть любой игры. Некоторые игры нуждаются в модах в большей степени, некоторые в меньшей. Skyrim или Minecraft, благодаря своему миру похожему на песочницу, являются во многом оболочкой для модов, не обязательной к установке последних, но с ними они часто лучше. А вот Ведьмак это цельный и готовый мир сам по себе. Моды в него лишь вносят небольшое разнообразие и упоротость для особых ценителей, или добавляют необходимый функционал и корректировки. Например, такие как автолут, автомасла и так далее. Но все это в рамках хочу-не хочу. Хочу автомасла, ибо Геральт мудрый ведьмак и сам умеет наносить масла перед боем, ставлю. Не хочу ставить рыцарские шлемы для куриц, ибо упоротости не канон, не ставлю. Но вот есть подкатегория модов, с которыми любые объективные причины воспринимать не имеет смысла, ибо сколько людей, столько и мнений. И обычно это касается модов на графику, ведь кто-то любит более пестрые цвета, а кто-то приглушенные. Кого-то бесят реплейсеры или текстуры, кто-то любит ярче и светлее, а другие темнее, мрачнее и атмосфернее. А градации внутри этих основ еще больше. Сегодня мы разберем с вами те моды на графику, которые стоят у меня сейчас, и с которыми я выпускаю видео последний месяц. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Если честно, я сначала хотел рассказать о больших модах на графику, которые затрагивают самые массовые элементы игры. Общие текстуры, свет, фильтры и еще кое-что по мелочи. Но понял, что либо я поверхностно касаюсь даже каждого из этих элементов, скорее рассказывая про свои моды, либо уделяю время одному из направлений. Но в рамках одного видео все запихнуть нельзя. Поэтому сегодня в видео мы коснемся только тех модов на графику, которые стоят у меня. А далее посвятим несколько видео по направлениям. Например, свету, общим и частным текстурам, ну и так далее. Также, в отличие от всех остальных своих видео, в этом видео и во всех видео про моды на графику я не буду применять цветокоррекцию. Только сделаю видео немного ярче, ибо YouTube темнит. Тем самым постараюсь максимально приблизить картинку, которую вы видите сейчас, к той, которой вижу я. Итак, для начала дефолтная игра. Сейчас она перед вашими глазами. У меня на текущий момент отключены все моды, даже те, которые на графику практически не влияют. Все настройки на ультра-качестве. Hairworks включен. Возьмем это изображение за эталонное, и на его основе будем сравнивать все остальные. И начнем с самых базовых модов на текстурке. Первый мод это The Witcher 3 HD Reworked Project. Это практически самый первый мод, который предлагает нам скачать и установить Nexus, ибо это один из самых популярных и скачиваемых. Название данного мода говорит само за себя, и нацелен он в первую очередь на улучшение графики путем переработки текстурок. Затрагивает он в основном мелкие элементы окружающего нас мира. Камни, деревья, заборы, лужи, дома и так далее. Повышая качество текстур и делая их небольшой ретекстур. Смотрится скорее альтернативно и для внимательного взгляда возможно лучше. Лично я особой разницы не заметил. Но сказывается еще тот факт, что изменены только некоторые объекты, а не весь окружающий мир. Но зато на FPS мод никак не отразился. Не могу сказать, что мод маст хевный, но в целом его влияние положительно сказывается на картинку во всем мире игры. Второй мод Increased Lot, который аналогично первому повышает качество текстур. Причем скорее даже не качество, а их разрешение при отдалении. В общем и целом детализация текстур для малых и средних объектов повышается на 30%, а для больших до 300%. И все это практически не влияет на FPS. Но тут я снова столкнулся с проблемой отсутствия ощущения изменений. Как оценить прирост 30% детализации, например травы, в обычной игре, в которой графон даже сейчас без модов на отличном уровне, еще и при отдалении. У меня есть ощущение, что детализация повысилась. Но и без этого мода текстуры вполне себя хорошо чувствуют. Поэтому пока на FPS и стабильность он не влияет, пускай стоит, хотя мои текстурки совсем уж дальнего плана все еще страдают, как и отрисовка на них. Хотя это возможно просто игра такая. Третий мод тоже графический, но уже на погоду. Он так и называется Weather. Мод совершенно небольшой и вносит буквально пару изменений в дождь, делая его капли менее похожими на линию и более водянистыми. А также в снег, делая снежинки меньше по размеру и больше похожими на блики. Данные изменения видны сразу и мне очень по нраву. Так что советую ставить. Далее у нас идет два мода на кровь. Первый называется просто Blood, то есть кровь, и делает ее немного другой, более яркой, насыщенной и качественной. А второй называется Mo Blood и соответственно делает больше крови. Моды совершенно совместимы и лично по мне крайне хороши и атмосферны. И начинают оправдывать нашего Геральта как мясника из Блавикина. Также хочу отметить мод на улучшенные эффекты при применении знаков. Данный мод делает знаки арты игни более интенсивными и кинематографичными. Можно даже сказать, что эти эффекты стали более плотными и насыщенными. Сам по себе мод является частью большего мода под названием Visual Immersion Overhaul, который я пока не успел рассмотреть и опробовать. Но то, как стали выглядеть знаки, мне очень нравится. Хотя, если направить игни вверх, то может показаться, что Геральт запускает фейерверки. Также у меня стоит мод на улучшенные лица, который делает ретекстур главных и второстепенных героев, делая их лиц более четкими и симпатичными. Также этот мод затрагивает 80% лиц всех НПС в игре, также улучшая их. Но у данного мода есть небольшая проблема. Иногда перестают двигаться губы у персонажей, особенно вне кат-сцен. Ну и ладно, не думаю, что это колоссальная проблема. Но, правда, кроме этого, иногда лица людей начинают плыть. Честное слово. Даже не просите это показывать. Я уже 4 дня не сплю после этого зрелища. Не менее важный мод для общего восприятия лиц это мод на улучшение глаз. Вначале он касался только Геральта и монстров, но впоследствии мод расширили и до прочих персонажей первого и второго плана. Выглядит крайне ново и интересно. Кроме того, глаза Геральта теперь выглядят более монструозно и менее человечно, что вроде как ему подходит. Также хочу поделиться с вами модом на улучшенный факел. Данный мод не только улучшает внешний вид и текстурки факела, но и позволяет применять его в разных ситуациях. Например, теперь можно, не выпуская из рук факел, лазить по горам, скакать на лошади или даже плыть в лодке. С точки зрения атмосферы очень даже круто. Еще один небольшой мод, который я считаю просто находкой, это мод, убирающий грязь нашего экрана, когда на него падают прямые солнечные лучи. Ууу, как меня бесила эта грязь на скейляге. Там как раз самое прямое белое солнце и практически везде эта грязь была со мной. Ужас. Слава богу, я наткнулся на этот мод. Ну и теперь мы плавно подошли к финальному десятому моду, который на мой взгляд больше всего влияет на мир, который мы видим на экране. И это мод на освещение. Сейчас я использую турбо лайтнинг мод. На самом деле этот мод делает игру более светлой, в отличие от других модов на освещение. Бесспорно, это не совсем канонично и тем более уж не совсем мрачно, брутально и атмосферно. Но именно для ютуба такое освещение делает игру лучше. Я сделаю отдельное видео про моды на освещение и тогда вы увидите, почему я выбрал именно его. А сейчас крайне советую попробовать именно турбо лайтнинг мод. На самом деле, если говорить о модах для ведьмака, то это совершенно необязательная составляющая. Игра и без этого красива. Из всех модов, которые я перечислил выше, я бы 100% посоветовал найти для себя только мод на освещение. А все остальные не так заметны и не так обязательны. Героем сегодняшнего видео стал Никита Каплицкий, за что ему безмерная благодарность и респект. Никита есть на Ask.fm, там ему можно задать любой вопрос и получить на него самый честный ответ. Ссылки в описании. А героем следующих видео может стать любой из вас. Подробности там же, в описании. Ну а мы на этом заканчиваем. Видео заложило лайк, а я подписку на канал. Пишите в комментариях, какие вы используете моды на графику в игре. Ну а я пошел более детально разбираться с модами на освещение и второй частью обязательных модов. Увидимся в следующем видео и на этом пока. Всем пока-пока.